Как простить родственников, которые обидели мою маму и забрали у нее жилье сестра? Сестра у сестры, при этом моя мама не держит на них зла, всеми силами старается сохранить хорошие отношения, но мне почему-то обидно за нее. Это что, зависть? Как это в себе победить? Ведь они обидели маму. Скажу прямо, да, мало времени. На обиженных воду возят. Долго не надо обижаться. Вообще, что происходит между старшими, пожалуйста, не вмешивайтесь туда, нейтралитет сохраняйте. Не занимайте ни чью сторону, ни маму, ни папу. Это их отношения, поймите, это их уровень, возраст, мудрость, там совсем другие отношения. Можем не понимать, что происходит на их уровне. Поэтому мы можем только усугубить этот конфликт, а не помочь таким путем обидами и фракциями. Этикет таков, высокий духовный этикет. Если старшие между собой ссорятся и что-то там происходит, младшие не вмешиваются, ничью сторону не принимают. Продолжайте уважать и маму, и тетушку, и всех остальных старших. Продолжайте относиться с почтением. Это регулирует нашу жизнь. Это позиция младших. Поэтому, если даже объединились, ненадолго, хорошо? Полчаса достаточно. Вы должны знать средства медитации, как освобождаться от этих вот состояний ума. Мантра. Ум нужно освобождать. Тра – это значит освобождение, ман – ум. Мантру. Вы должны знать мантру. Как работать с мантрами? Каждый человек должен работать с умом. Либо это молитва, тоже как мантра может быть, да? С умом работаете. Либо это тексты священных писаний вы читаете регулярно. Час в день читаете, и ум ваш очистится от обиды. Священные книги только. И вы сами увидите, как это работает. Легко же. Более того, вы никогда не погрузитесь в депрессию, если вы даете хорошую нагрузку философскую для ума. Когда вы читаете «Бхагавадгиту», например, другие, «Упанишады», где философия представлена, высокая, сильная, мощная философия. Там нужно думать, твердая пища. Вы никогда не погрузитесь в депрессию. Недостаточно умственной деятельности, поэтому человек в депрессию погружается. Он не может правильно понять события. Все немножко должны быть философами, если вы хотите быть здоровым в уме человека. Поэтому эту историю нужно рассмотреть с философской точки зрения. На яйца выйдет нам не стоит. С эмоциональной точки зрения очень больно, и можно, знаете, жить за жизнью, носить эту обиду. Зачем? Зачем жить на эмоциях только, когда еще есть разум? Еще есть философия жизни. Но выбирайте как-то в более высокие сферы отношений. В обиде жить нельзя. Это неполноценная жизнь. Это консервная банка. Вы так и останетесь в этом времени пожизненно. Поезд уедет в вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok